Общественники Югры контролируют выполнение поручения президента России по бесплатному питанию учащихся младших классов. В Нягоне, к примеру, ревизии уже идут к завершению. В семи школах города в сфере организации питания нарушений не выявлено. Однако проверяющие оставили свои рекомендации, какие расскажет наш корреспондент Татьяна Герт. На первое борщ, на второе рис с гуляшом из говядины, компот, хлеб пшеничный, ржаной. Детвора уплетают обед за обе щеки, даже несмотря на то, что ученики второй смены отучились только один урок, а значит недавно пришли из дома, в тарелках практически ничего не остается. Я с удовольствием бегу в столовую и съедаю все, что мне дают. В школьных столовых Нягоне для разных категорий детей не менее пяти меню, в том числе диетическое. На особое питание переведены ученики, которые страдают, например, пищевой аллергией, болезнью крона, сахарным диабетом или циррозом печени. Его дети получают по рекомендациям медиков. На завтрак также детишки льготной категории покушали уже второе, горячий напиток и фрукты. То есть фрукты обязательно каждый день. Любят в основном, молочную кашу очень хорошо едят и вот такое натуральное, то есть гуляш, говядина, вот это все в натуральном виде. Ну и котлетки тоже, особенно куриные. Бесплатным горячим питанием по указу президента России обеспечены все ученики начальных классов. В Нягоне это 3519 детей. В семи школах общественники проводят мониторинг, ведут контроль за нормами приготовления и качеством блюд. Нареканий нет, но есть рекомендации. Скажем, для усиления контроля питания, включить в комиссии по контролю питания при образовательном учреждении побольше родительского комитета, побольше общественных деятелей. Вот такие как бы рекомендации были даны, а так все им все хорошо. В каждой образовательной школе есть разнообразное меню, то есть недельное и еженедельное меню составляется. И ни в одной образовательной школе, где я был, она не повторяется. По данным Общероссийского народного фронта, на начало 2020 года каждый третий россиянин был недоволен качеством питания в школах. Родители жалуются в соцсетях на невкусную еду и персонал столовых. Чтобы предотвратить это, дать возможность активным родителям поучаствовать в жизни школ, комиссия общественного контроля организации и качества питания в Нягоне будет действовать на регулярной основе. Татьяна Гертникова, Чащин, Вести, Егория, Нягонь.